В эфире Самарский телевизионный вестник, в студии Дарья Добровольская. Здравствуйте! В России с 1 апреля проиндексировали социальные пенсии. Это коснется почти 4 миллионов человек. Индексация составит 8,6%. Напомню, социальные пенсии назначаются по инвалидности, потере кормильца, а также тем, у кого отсутствует необходимый стаж для получения страховой пенсии. Также с 1 апреля на надбавку могут рассчитывать и федеральные льготники. К этой категории относятся военнослужащие, ставшие инвалидами из-за военной травмы, участники Великой Отечественной войны, чернобыльцы и другие пострадавшие в радиационных и техногенных авариях. Кроме того, с 1 апреля начнут начислять новые выплаты семьям с детьми от 8 до 16 лет. Пособия назначают семьям только с низким доходом – меньше одного прожиточного минимума на человека. В России стартовал весенний призыв. В этом году в ряды Вооруженных сил для прохождения службы от Самарской области планируют отправить 3000 молодых людей. Эксперты отмечают, все, кого призовут этой весной, будут проходить военную службу только на территории нашей страны. Ни в какие горячие точки их отправлять не планируют. Все подробности в нашем материале. Весенний призыв по традиции стартует 1 апреля. В этот день к работе приступили 46 призывных комиссий по всей области. В этом году будет вызвано около 16 тысяч молодых самарцев. Из них только 3000 человек отправится в ряды Вооруженных сил. Большинство молодых людей получит отстрочку в связи с обучением и по другим уважительным причинам. Сейчас в правительстве Российской Федерации рассматривается вопрос о предоставлении отстрочки гражданам, которые работают в организациях, связанных с этих технологиями. Порядок этот будет определён дополнением к каким-то отдельным указам. Пока каких-то конкретных документов по этому вопросу нет. Но такой вопрос рассматривается. Будут правительством определены ряд организаций. Эти организации направят в списки ребят, которым необходимо предоставить отсрочку от прохождения военной службы. Эти списки будут направлены в военные комиссариаты для дальнейших представлений отсрочек. Несмотря на то, что пандемия отступает, призывных комиссиях сохраняются все санитарные нормы, в том числе масочный режим. Призывников также будут тестировать на коронавирус. Эксперты отмечают, в целом состояние здоровья новобранцев Самарской области практически никак не изменилось. Мы активно вместе с Министерством здравоохранения проходим профилактическую работу. Результатом такой работы является снижение числа граждан, которые были освобождены от военной службы по болезням системы кровообращения. Болезнь системы кровообращения достаточно сложная патология и требующая достаточно серьезных мероприятий. И вот сейчас мы на протяжении нескольких лет проводя этим мероприятием увидели эффект. Вот у нас в соответствии с, если сравнивать с округом, у нас порядка чуть больше 8% атаки граждан, освобождена от военной службы, а в округе этот показатель достигает 13 с лишним процентов. Всего весеннему призыву в этом году подлежат 134,5 тысячи российских юношей. Это молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет. Специалисты отмечают, все, кого призовут этой весной, будут проходить военную службу исключительно на территории нашей страны. Ни в какие горячие точки их отправлять не планируют. В регионе уже 7 апреля планируют открыть пассажирскую навигацию. Волга вскрылась еще в конце марта, но в протоках еще много льда. На Рождественской Воложке начал работать ледокол-буксир «Портовый-13». Он освобождает русло ото льда и очищает путь до Рождествена. Обо всем по порядку расскажем далее. Волга уже чистая, но это только рядом с городом. В протоках еще много льда. При этом, как отмечают специалисты, в этом году ситуация непростая. Из-за обильных осадков лед очень плотный, местами толщиной до 1 метра. Команда теплохода «Портовый-13» уже вторые сутки занимается расчисткой водного пути до Рождествена. Говорят, существует несколько способов разламывания льда. Тут два способа. Здесь типа набегами залезаем на лед, массой продавливаем, снова назад и вот такая. И еще есть у нас типа раскачивающая установка, в которой пароход начинает с корма и снова вот так колыхаться и ломает лед. В этом году очень сложный лед. Вы, наверное, сами видели, когда лед более такой рыхлый, а это просто стеклянный лед, как стекло. Он плохо ломается. В этом году рядокол трудится в одиночку. На борту опытная команда. Говорят, работать еще как минимум два дня. Как только путь полностью расчистят, на линию выйдут теплоходы. Как он выгонит оттуда лед, как он уйдет, этот битый лед, с этой волшкой, зависит от того, как мы на Омике сможем работать. Ну, по какому расписанию. То есть, если в условиях битого льда будем работать, то расписание будет, рейсов будет меньше. Ну и в основном будет только светлое время суток. Водные сообщения между Самарой и Рождествено планируют открыть 7 апреля. Но если позволят условия, речные суда начнут ходить чуть раньше. Екатер Алексеев, Ирина Гнатьева, СТВ. Жители 67-го дома по улице Краснодонская уже почти неделю живут без отопления. Говорят, коммунальщики ссылаются друг на друга. И непонятно, кто должен решать вопрос. Подробнее в нашей постоянной рубрике «Дежурный по городу». Батареи, вот они, ледяные. Когда он был на протоке, они были вот чуть-чуть, вроде как, ну, чуть-чуть прям тепленькие. А сейчас вот они ледяные. Приходится спасаться обогревателем и кутаться в одеяло, жалуются люди. И пусть на улице стало чуть теплее, это никак не повлияло на температуру в квартире, говорят жители. Отопление пропало еще неделю назад, но тепло в дом так и не вернулось. Вот вчера, позавчера очень было холодно даже с нагревателем. Приходится одеяло, еще пледы вытаскивать, потому что холодно, ночью холодно. У нас отключали раза три вообще отопление теплосети, какие-то работы проводили. И вот после последних работ не появилось отопление. Было вот здесь горячее в одной комнате, а на кухне и в зале холодное. Я позвонила в аварийку, пришел слесарь, это в пятницу. Он прокачал, они нагрелись, а потом остыли совсем опять. И опять звонил в аварийку, они мне объяснили, что нету давления, это теплосети виноваты. По словам жильцов, накануне отопление появилось в одной из комнат, а в остальных все так же холодно. Вчера появилось теперь отопление на кухне, а в этой комнате и в большой холодные батареи до сих пор. В каком-то подъезде вроде как дали отопление, но у нас вот его нет. Я звонила и в теплосети, они ссылаются на наших, наши на них, но пока результат никакого. Жители уже не знают, куда обращаться и просят ответственные службы серьезнее отнестись к своим обязанностям и помочь решить проблему. Ексер Алексеев, Олег Галочкин, СТВ. В регионе подтвердили еще 337 случаев коронавируса. Из них 101 пациент госпитализирован. Больше всего заболевших в Самаре 67 человек, в Тольятти 27, в Волжском районе 16. Из числа новых пациентов 268 человек обследовано с диагнозом небольничная пневмония и ОРВИ. 69 человек выявлено при проведении профилактического обследования лиц, не имеющих клинических проявлений болезни. Всего с начала пандемии в Самарской области выявили 375 367 случаев COVID-19. Из них 360 088 человек выздоровело. Только за сутки выписано 1567 человек. Выросло и число тех, кто так и не смог побороть опасный вирус. Жертвами новой инфекции за все время наблюдений стали 7595 наших земляков, в том числе 13 только за последние сутки. Изъято свыше 3 килограммов наркотических средств и психотропных веществ. В Самарской области подведены итоги первого этапа общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Полицейским поступило 64 обращения, из которых 54 о фактах незаконного оборота наркотиков. Все обращения и сообщения были тщательно проверены. За время акции из незаконного оборота полицейскими изъято более 3 килограммов наркотических средств и психотропных веществ. Сотрудниками органов внутренних дел проверено свыше 560 мест массового пребывания молодежи. И о спорте. Крылья Советов завершают подготовку к матчу с Уфой. Перед началом тренировки Антон Зиньковский получил награду как лучший игрок Марта по версии болельщиков, ветеранов, а также игроков клуба. Само занятие проходило на третьем поле стадиона «Металлург» и продолжалось более полутора часов. В тренировке приняли участие все футболисты. Особое внимание тренерский штаб уделил отработке игровых ситуаций, тактическим наработкам, а также стандартным положениям. Матч 23-го тура РПЛ против Уфы пройдет 2 апреля в Самаре и начнется в 3 часа дня. По сути, наши парни являются фаворитами в этой встрече. Ведь на данный момент крылья Советов расположились на седьмой строчке турнирной таблицы национального первенства. В активе 32 очка. Дела у гостей идут не так хорошо. Уфа занимает предпоследнее место. В активе всего 18 очков. Баскетбольная Самара готовится к четвертьфинальному матчу плей-офф Российской Суперлиги. Экзаменатов наших парней команды «Иркут» – это достаточно крепкий оппонент. Однако волжане в своих силах на предстоящую серию вполне уверены. Задача – борьба исключительно за золотые медали первенства. Первый матч четвертьфинала пройдет в Иркутске 3 апреля. Далее соперники 5 и 7 числа переместятся в Самару. И четвертый поединок пройдет также в Иркутске 10 апреля. Ожидаются ливень и туман. В Самарской области объявлен желтый уровень погодной опасности. По данным Приволжского ГМС, туман в нашем регионе продержится до утра 2 апреля. Видимость составит 500 метров и менее. Кроме того, ближайшей ночью пройдет сильнейший дождь. ГУМЧС России по Самарской области напомнили правила безопасного передвижения на автомобиле во время тумана. Стоит использовать противотуманные фары и не превышать скорость. При таких погодных условиях необходимо быть особенно бдительными. Это были все новости на сегодня. Интересные программы можно также посмотреть и прочитать на информационно-аналитическом сайте gslimanski.ru. Смотрите наши новости в Телеграм-канале, на ваших экранах QR-код. Сканируйте его камерой приложения. Мы же с вами прощаемся. Всего доброго. До свидания.